Девочки, а сейчас я вам покажу упражнение, которое порекомендовал мне хирург, сосудистый врач. Сосудистый хирург порекомендовал для того, чтобы восстанавливать кровоток и нормальную работу сердца в нашем возрасте. Ходьба, долгая ходьба, ходьба с палочками, задействованы все группы мышц. Мышцы это не то. Нужно, чтобы кровь от конечностей, девочки, в сердце, шла в сердце, обратный отток крови, и тогда будет и сердце функционировать нормально. И очень эти упражнения помогают именно при сахарном диабете и в пожилом возрасте, когда уже идет застой крови. Он говорит, что вы ходите очень много, гуляете с собакой, это хорошо, но самое главное держать ноги выше головы. И вот это упражнение, сейчас я вам покажу, девочки, его, оно как раз нормализует работу вот этого кровотока. И как бы помогает очень хорошо при всяких вот заболеваниях при наших, и с сердцем, и с мышцами, и с сосудами, и в общем. Вот сейчас покажу, девочки, делать его нужно это упражнение, чем больше, тем лучше, до 300 раз в день. Очень удобно, на стену, я, наверное, подстилю, подстилю, наверное, вот этот пледик хороший, и лягу вот здесь, вот там, лягу. Конечно, есть специальные тренажеры, он сказал, есть специальные тренажеры, значит, голова, но у меня тренажера нету, укладываемся. Я специально так ложусь, чтобы мне не лозить, не лозить. И начинаем, девочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, затем, девочки, будет увеличиваться амплитуда поднятия ноги со временем. Он говорит, вы привыкнете вот так несколько раз в день делать, хоть утром на кровати, хоть на диване. Нужно поднимать ноги, чем выше, тем лучше. Вот это упражнение. В общем, сколько сможете и увеличивайте, про себя считайте. Переворачиваю, девочки, на другую сторону, с другого ракурса, чтобы мне потом посмотреть, как у меня работают ноги. Как ноги работают, какой высоты ноги. Ну ты тут как-то, ложись давай, ложись. Ну ты тут как-то, ложись. Девочки, я уже устала. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Тридцать, и там, наверное, сделала еще штук десять. Девочки, устала. Ну для первого раза, я считаю, нормально. В общем, короче говоря, Девочки, я устала. Моя любовь, с мамой тоже делать надо упражнение. Тоже с мамочкой. Тоже с мамой надо делать упражнение. Тоже, тоже надо с мамой делать. Вот и моя мальтийская. Поддерживает меня. Поддерживает, Тетечка, маму, да? Да, поддерживает маму. В любом начинании мамочку поддерживает, Тетька. Ох, это Тетечка. Ох, это Тетечка. Ну можно же еще вот так, девочки. Вот так еще можно. Раз. Два. Вот такое я упражнение видел. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Ой, господи, старость, нерадость. Вот такие дела, девочки. Вот такая зарядочка у меня. Что-то новенькое. Ах! Ай! Ай! Что-то новенькое разгорячилось опять. Девочки, еще хочу. Еще хочу побежать. И просто сделать стойку. В общем, этих упражнений много не бывает. Вот в день можно по несколько раз вот так надо упереться в диван. Ноги поднять кверху. Вот так. Вот так стойка. А вот так еще удобнее, девочки. Когда вот это место держится. Но так, наверное, нельзя, потому что надо снизу прямо поднимать. А я хотела просто вот так в стойке полежать. Вот этой стойке меня научил Саша. Маша зять меня научил этой стойке. Когда ноги сильно устают, он говорит, ложись вот так вот. Вот так прямо к стенке. Вот так, задницей. И ноги вот так вверху поднимает. И вот так лежи. Сколько можешь. Сколько хочешь. И кровоток от нижних конечностей кровь начнет давить на сердце. И вот начнется вот это кровообращение. Нормальное. Восстановится. И не будет застоя в конечности. Надо, конечно, вот так 90 градусов. Но у меня не получается 90 градусов. Ну, хотя бы так. В общем, девочки, каждый день буду делать зарядку эту. Можно до завтрака сделать. Потом погулять в стеде. Потом прийти, позавтракать. Опять сделать зарядочку. Полежать, поваляться. Кость какую-то нашел. Брязет кость. Маленькую кость нашел. Спрятанная была кость у него в диване. Представляете? В диван прячет кости. Косточка. Маленький крящик. Даже не косточка, а крящик. А что нам делать? На пенсии. Не только осталось здоровьем заниматься. Девочка, тяжело. Устаешь. Знаете, как сердце начинает работать усиленно? Не буду отекать суставы, он сказал. Да. Делайте это каждый день до 300 раз. За весь день можете делать до 300 раз. Чем больше, тем лучше. Ограничений нет. Но вот сколько? Я 100 раз, наверное, уже сделала. А потратила сколько? Ну, минут 15, да, она потратила. А с каждым разом, говорит, все, легче и легче вам будет делать это упражнение. Завтра записалась я к доктору, к хирургу, пойду к сосудистам, вот к этому хирургу. Пойду пальчик покажу свой и скажу, что выполняю его все рекомендации. Вот так, девочки, мне вот так легче, когда к дивану. А когда просто, тогда ноги прямо снизу поднимать. Ну, можно вот так делать, можно по-другому. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тебя, Мася, все около мамочки, все около мамочки, все около мамы. Один грызет, лежит тут. Растушка моя. Ой, Мася, так, кто кусается? Деловая колбаса, давай, кусай мне еще. Да, Тедя? Еще кусать мамочку, уж думала. Еще мамочку, уж думала, кусать. Тюсик мой, а, полегусик мой, полегусик. Ох, жопка моя. В общем, девочки, вот такие дела. Ой, все, любименькие, все, упражнение показала вам. Ой, как раздрелась, стало жарко. Пока, пока. Прямо жарко, девочки, стало. Раскраснелась, а. Вот сколько сделала я. Ну, наверное, сто раз сделала. В общем, короче, буду делать. Согрелась сразу. А то замерзала, как лягушка была. Холодно было. Хожу в штанах, девочки. Хожу в домашних костюмах, когда такое было. Чтобы я ходила в домашних костюмах. Еще там, а что отдаете? Все пижамы, все отдаете. Потому что не носила никогда. А в этом году, девочки, даже пижаму ношу. Так, все. Сейчас видео вам смонтирую, выложу. Девочки, в общем, молодцы. Попробуйте. Там написали, Лена Павловна, что не показали упражнение. В общем, вот такое, пробуйте, девочки, вот такое упражнение. Потом делитесь со мной. Давайте через недельку, недельку поделаем. Через недельку поделимся самочувствием. В общем, стало мне жарко. Как-то легко стало в организме. Девочки, нету никакой тяжести. В общем, в принципе, нормально.